Здесь пробега что-то два года и замученный полностью салон, здесь все нормально, примерно соответствует пробегу, может кто-то отмотан, но здесь хватит больше сотни, примерно в 40-60 лет. Друзья, Андрей как раз делает рассказ, мы выбрали машину и я доволен, потому что даже не ожидал, что за один день, реально за часов 6 мы нашли, выбрали, понравилось это место, поэтому можем рекомендовать. Обратите внимание, машины достаточно хорошего качества, седан, Toyota, в принципе то, что нам нужно, без излишества и все то, что нам нужно. Вейт гос, свит из свою, из фраз. Если вы хотите, то можете купить эту. А, окей. Пожалуйста, пишите фотографию, группе. Группе, группе. Вот, видите, все любят фотографироваться в группе, сейчас мы тоже туда присоединимся. Вот, видите, все фотографируются. Вот. Вот, друзья, как выглядит комната, где мы остановились с Андреем, ну, Андрей, отдельную комнату, точно такую же, вот, кондиционер, вот, хочу вам показать такое, вот, ну, как бы дешевое, недорогое, но приемлемое житье, которое нам нужно всего лишь, главное, что оно недалеко от нас, от того места, потому что, почему я вам объясню, потому что, что утром надо подъехать, что утром надо подъехать и оформить еще документы, и мы уже на новой машине уезжаем обратно на, к нам домой. Поэтому, ну, посмотрим, завтра еще будет несколько, завтра надо будет, пока мы сделали просто, как называется, reservation, зарезервировали машину, и завтра мы сделаем оплату через банк, и, в общем-то, они обещали нам все помочь с паромом, отправить ее, то есть, вот, посмотрим, буду держать вас в курсе дела, как это продолжается. Вот, смотри, вот такую вещь я как раз заказывал на Лазаде, а здесь она вот, ну, она везде есть, в общем-то. Вот, друзья, мы путешествуем по ближайшему молу, называется J-Mall, никогда в нем не был, прямо недалеко от отеля, где мы остановились на одну ночь, напоминаю, что завтра мы завершим, извиняюсь, покупку машины и возвращаемся на Бахол. Я очень доволен, Андрей полностью все посмотрел, все проверил, мы должны подняться, и, в общем-то, я доволен выбором, просто так даже не ожидал, вот, честно вам скажу, я даже не ожидал. Я уже, честно говоря, после, вот, мы первую машину посмотрели, какая-то такая она, какая-то левая, вот, какая-то брак, ничего не то, не то, то, не то, покраска. Правильно, Андрей, вот это самое, все такое, и я уже думаю, вот такая, вдруг мы отмойтаны счетчики, я думаю, если они все такие, просто мы просто не найдем, я уже так внутри себя, думаю, просто уеду и скажу, что, ну, не купил, вот, не взяли. Но оказалось, что, вот, как-то случайно, мы смотрели, смотрели, было все лучше, но не совсем то, а потом подогнали одну машинку, и я так смотрю на нее и думаю, ух ты, похоже, это то, что нам нужно. Вот, вот вам. По сравнению с остальными, серьезный такой пробег, точно там сколько, 100, 120, но пробег, похоже, ее, ее настояльник. Ну, она в гораздо лучшем состоянии, чем вот, то есть, 20. Потому что там вообще пробеги удивительные, там, машине 5 лет, пробег 20 тысяч, какая-то такая вообще. Да, из-за тертой пороги, повод, офигений. И там все, ручка, ручка переключения скорости вся стертая, и они говорят 20 тысяч, 20 тысяч. Так что, что, на сколько лет есть. Ну, да, да, да. Андрей, а ты видишь фудкорт? Да. Давай спросим кого-нибудь. Фудкорт. А, полицейского. Ты видишь, да? А, вон, все, нашли. Вот, видите, мы нашли, где еда. Продвигаемся, продвигаемся, продвигаемся. К... А вот, смотрите, между собой, обратите внимание, как красиво сделано. Прямо, как такая, как дома, как дома, просто, как, правильно? Лизкий какой-то. Да, видите, как будто мы дома, а это мы прямо на открытой улице и под открытым небом, вот здесь. Обратите внимание, все сделано, как будто это дома, фасады домов. Да, очень, ощущение, очень замечательно. Все, относительно, очень приятно. Андрей, а что, если мы здесь? Давай, выбирай. Вот, стандартная еда. Вот, смотри. Is it fried rice? Fried rice? Краб rice, краб rice. Короче, заказывай. Вот, друзья, так что вот на этом вас, вас брощаю. Вас, вас, что я такое говорю? Вас брощаю, вас брощаю. Хотел сказать, вас бросаю. И получилось, вас брощаю. Но в любом случае, вот смотрите, действительно красиво, действительно красиво сделано. Хочу, прошу вас обратить внимание, и мы займемся ужином. Вот, друзья, следующий шаг в покупке, это оплата. Видите, сейчас нам выпишут чек, я приношу деньги. Мы хотели отправить в онлайне через банк, но там, короче, что-то не были. Они так полностью готовы, поэтому пришлось просто взять наличку и принести вот им на стол. То есть, это следующее, это второй день. Напоминаю, мы ночевали здесь. И вот сегодня будут у нас следующие, следующие процедуры. Мы будем вас знакомить. Все, пока что это делается оплата. Вот нам выписывают чек. Сейчас и, видите, начинают собирать все документики, видео, документы на машину в одну папку здесь. И вот продолжаем, продолжаем наше движение к покупке машины. Вот, друзья, видите, мне дают чек подтверждающий, где записаны марка машины, шасси нам бы и энджин нам бы. И мы только что сверили со всем, все совпадает. Все, вот нам дают. Should I sign here? I need you. А вот, друзья, я вам говорил, что мы приезжаем, чтобы перевезти машину. И это специальный порт. Никогда здесь не был, поэтому решил сделать короткое. Короткое видео называется Lightport. Вот, я слышал, это Lightferry. И мы сейчас будем покупать билет для машины. Ну и вместе с машиной мы и будем ездить. Вот, давайте посмотрим, как это будет здесь выглядеть. Вот, заходим. Вот, Dodo, Dodo нам помогает. Это местный тот, кто представитель компании, которая продала нам машину. Значит, у нас номер 40. И вот уже 40, 39 сейчас пригласили. Вот, видите, пока всех развлекают всякими смешными видео. Вон там, видите. И мы ждем, вот сейчас будет объявление. Видите, вот, что они сейчас... Давайте будем разбираться. Что там? Эти, 2,29. Сейчас будем пытаться понять, когда на Тагбеларан есть следующий паром. Вот, видите, вот, видите, смеются смешные такие фильмы. Фильмы смешные. Кто-то кого-то дразнит там и так далее. И все смеются. О, смотрите, воду налил. И очень злой. Видите, говорит, что ты там налил на меня? Вот, я тебя кину тапком. Вот, смотрите. Видите, прыгает, прыгает, прыгает в лужу. О, по луже попрыгал. А вот идет за столиком. Видите, забрал. Видите, забрал. И там все такие. О, сейчас пойду тебя догоню. Сейчас тебя, сейчас там что-то сделаю. О, это что такое? Кенгуру? О, кенгуру. Кенгуру лежит. Наверное, австралийцы. Вот. Вот, видите, кинул. Видите, кинул. Видите, как и исламский террорист. Раскидывает бомбы. Понятно. Вот, значит, сейчас ждем, когда мы. И посмотрим первый раз. Поэтому вот держим вас в курсе дела, как перевозить машину. О, посмотрите. Смотрите, стоит там около мувальника. Такие ужастики. Посмотрите. О, сел. А вот, друзья, мы уже взяли билет. Сейчас скажу вам, сколько стоит билет. Значит, машина стоит билет 3300 песо. Достаточно дорого все-таки. Вот. Мне казалось, должно быть. Видите, Сибу, порт ассорити. Управление портом. И мы здесь должны еще заплатить взнос. Видите, здесь уже похуже так все выглядит. И мы здесь заплатим. Вот, и после этого у нас остается где-то отправка где-то 8-10 часов. 10 часов вечера отправка. А сейчас где-то часа 3-4. То есть у нас достаточно много времени. Вот, и мы как-то будем его... Сейчас какой-то еще взнос. Портовый взнос. Портовый сбор, может быть. Надо заплатить. Вот, мы заплатили портовый сбор 112 песо. И, в общем, все у нас обошлось. Значит, машина 3300, по-моему, 300. Портовый сбор 112. И для одного пассажира 300 с чем-то песо. Вот, мы сейчас едем на отправление из того же пирса, где отправляются обычные паромы, так сказать, человеческие. Вот, и мы сейчас туда подъезжаем. И тогда уже нас, видите, водитель. Там помогает. Водитель с той компанией, которая продавала машину. Довезли. В общем-то, это хорошо. Благодарен им. Потому что они помогли оформить все бумаги. Там даже вот место, где это брать. Но даже оно непонятное. Вот, видите, пир 1. Пир 1. Вот. So, how to get from here? If you want to off or exit come back? Exit, you come back here. Ага, окей. So, here you go, right? You leave us? You going to Robinsons Mall? I think we go to Robinsons Mall. Нет? Нет. What are you? To Robinsons Mall. To Fuente Square. Fuente or? Fuente. Fuente or Robinsons Galleria? А, I don't know. The Robinsons Galleria is the... The Robinsons Galleria is near, more near, right? It's better go to Robinsons Galleria. It's a mall, right? Yeah, mall. I've never been there. Okay, we explode this mall. Okay. Yeah, yeah, yeah. You going to Robinsons Galleria? Galleria, okay. 7 p.m. You come back here and... Вот, друзья, мы платили, купили билеты. Сейчас зашли в mall, сидим, пьем кофе. И вот давайте спросим Андрея, буквально его впечатления. Сам его сейчас попросил Андрей. Поделись просто впечатлениями. Вот, то есть, сколько мы вчера... Когда мы приехали? Вчера. Вчера в обед? Или после обеда? Где-то к обеду. Где-то с 12 и начали только вчера. И обошли весьма немало. Ну, сколько? Мы, наверное, машин 8 посмотреть. Ну, на первые 4-5 машин вот в Талисайе, да, мы потратили кучу времени, да? А потом уехали, и в общем-то я разочаровывался уже, потому что там краска, помнишь вот это все? Ну, да, они все крашены. Я вот на своем канале немножко там поснимал, как и что. Да, да, да. Потом мы пошли в другое место. Застряли в пробке по дороге чуть было. И показали одну машину, в которой вот человек говорил, что такая супер машина, супер, супер. Она вся суперкрашенная. Она суперкрашенная и супер много цилиндров. Да, двигатель 3 или 3,5 литра, бензин турбованный, шестицилиндровый. Ну, для наших скоростей точно это не надо. Но и состояние у него было утручающее, одноголовка вскрывалась, хотя они это сразу отрицали и так далее. Ну, как обычно все. Смотрели по салонам, потому что надо купить именно сейчас и сразу, а участников еще поискать. Потому что частников объезжаешь по одному, это надо встретиться. В салон ты как-то приезжаешь, его там как-то много сразу же заодно. Поэтому предпочтение было в первую посетить салоны, да? Да, да. Мы тоже смотрели пробег год по машине, пробег 20 тысяч. Внутри машина просто убитая. Не вдаваясь в подробности, внутри все убитое, пороги затерты и так далее, с таким таким пробегом. В одном месте я процепился, что ремни на 10 лет старше, они мне потом показали, говорят, что нет, все нормально. Но такие есть, да? Да, я стал, нет, я стал вечером читать. В общем, там двояка, еще сегодня хотел перепроверить, но не перепроверил. В общем, двояка, возможно, что по факту переварена панелька и машина на 10 лет старше, чем ее выдают. Или, может быть, даже и в большей станции. Есть такое подозрение. Эту мы неожиданно на подъехал, остались смотреть. Первое, что салон весьма чистенький, весьма не затертый. Вот это последняя, да, ты говоришь? Да, да, там почти нет потертостей. И пробег чуть больше сотен, что, в принципе, соответствует. Разумно, разумно. Да, разумно. Салон намного лучше, чем те, которые нам презентовали по 20 тысяч, по 30 тысяч. Ну и самый последний сюрприз, который выяснился вот сейчас, стояли на стоянке. Оказалась сервисная книга, которая соответствует все записи о замене масла, по пробегам, по времени, и все соответствует. На предыдущих машинах я спрашивал сервисную книгу, они нам давали сервис-мануал, а, говорят, остальное все потеряли. Потеряли, потеряли сервисную книгу. Да, но я понимаю, что если пробег 30 тысяч, и она по факту еще на гарантии, не могут потерять сервисную книгу. Да, потому что она нужна, чтобы бесплатно обслуживать. Да, и не то, что бесплатно, а гарантийный ремонт бесплатно. Обслуживается в любом случае платно. Поэтому то, что пробег подтвержден, подтверждет сервисная книга, это уже большой-большой плюс. Ну и машинка приятная, вот покатался. Очень нравится, есть по Сибу, приятнее, чем в Питере. Чем? Здесь нет какого-то бытового храмства, здесь дружелюбный ремонт. То есть не пытаются просунуться, да, пропускают, я правильно понимаю? Да, пропускают, зря не сигналят. И если кто-то даже втихнулся, его легко пропускают, не создают из-за этого проблемы, нет пробок. На нерегулированных больших перекрестках, где гарантийно могли бы машины встать. Ну, все очень плохо. Потому что все бы старались первыми-первыми, и в конце концов все бы застряли. Тут абсолютно легко пропускают. Те постояли, пропустили, потом другие пропустили. Приятно, приятно очень движение, но движение здесь уже не так, как у нас на Панглау, на Бахоле здесь побыстрее. До 80 километров по городу ездит. Нормальное городское движение. Ну, вообще, даже не знаю, что еще сказать. Вот, скажи, как вы встретили русских. А, да, очень интересная история в Моле. Причем Мол уже не в самом Сибу, а немножко рядышком. Сначала один подошел, говорит, мне послышалось ли вы по-русски разговариваете. Поговорили, постояли. А я говорю, тебе послышалось. Да, послышалось. Потом подошел парик с девушкой и спрашивает, а вы откуда? Так, ну, и говорят, из России вы откуда? Ну, и говорят, ну, мы тоже пошли. А, Андрей, давай паузу поставлю. Тем более, зачем вам поводы здесь есть? Да. Так, на чем остановились? Русских, русских. Русские подошли. Ага. Вот один подошел, сказал, мне не почудилось. Я говорю, почудилось. Это один. Потом пара подошли, почему спросили на английском, выгодят, с какой страны. Но сказать, что русскоязычные, а не в Славе Востока. Подошли, потому что проблема с такси. Пошел до сихи, и все такси забрали. Ага. Не было, не подъезжало такси просто. Ребят, давайте возьмем одно такси на двоих. На, 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 на двух, две команды. Ага. Да. И второе, я так понимаю, они еще не особо ориентируются, куда им надо. Ну, говорят, куда, говорят, говорят, нам в город Сибу, в центре. Я говорю, а в центре, собственно, у Сибу, как такового центра, не особо нету такого, там, нету площади Ленина, там, или что-нибудь такого. В итоге поехали вместе в такси, поговорили, ну, неожиданно. Неожиданно, что под их сами, и один их, и вот. Да. А тот первый даже канал знает, даже на фейсбуке. Да. Да, да, да. Хорошо, хорошо, вот это, скажи свои впечатления и после этого, после того, вообще, по сервису, вот ты говорил там, сервис нравится, не нравится, все что. Сервис очень нравится, они сами сгоняли инспектору, не знаю, как здесь это называется, но очень аналог нашего ПИБДД. Проверили, сверили номера, естественно, мы тоже, значит, мне все это сверяли. Отвезли машину в порт вместе с нами. Да, лишь водителя, который отвез в порт. Да, да. Он с нами везде все прошел, хотя это не быстро, это, наверное, час или полтора, но это все потратили. Он с нами прошел, показал, куда встать, какие документы подать, потом там есть дополнительные сборы, на эти дополнительные сборы. Нам бы было сложно это все понаходить тогда, потому что пришлось бы много раз выходить, переспрашивать, выходить. Да, мы бы поехали бы сразу в терминал, потом бы там спросили, не факт бы, что нас правильно бы послали, куда надо грузовую и так далее. Это казалось немножко в разных местах все. Да, да, да. Такси, касса на грузовой, на машины в совершенно другом месте. Между ними километра 3-4. Вот так. Не там, где пассажирские покупают. Хотя можно было бы подумать, что вот где-то рядом должна быть. Пассажирские пассажирские, искать бы там. Мы, конечно, нашли, но это было бы дольше. Ну и дальше мы попросили у нас отъезд сюда в Мол. Сейчас ждем паром, есть несколько времени. Ну и дальше тут буквально километра или два, в Корт. Как-то мы уже до самого парома доедем. Да, да, да. Вот, хорошо, хорошо. Очень я доволен сервисом. Да, 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 правильно, правильно. И что там, кстати, думаю, интересно будет по регистрации сказать? Как действовать дальше? По регистрации. По регистрации дальше они пришлют. Нам ничего не надо делать. А, они пришлют все документы. Они перерегистрируют уже на мое имя. Пришлют все документы, просто фактически ничего делать не надо. То есть они все ее перерегистрируют. И дополнительных сборов они за это не взяли? Ну, не замечено было никаких. Нет, 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 просто. Да, да, мы немножко поторговались. Наверное, может быть, процентов 5 они сбросили. Немножко торг какой-то был. Не очень сильный, но какой-то торг был. Но, в общем-то, я доволен, что я думаю, что это даже удача, что вот эту машину, они ее как-то так подкатили вовремя, что я так раз заметил ее, так раз думаю. Октя, мне нравится. В сравнении с Россией, приходите, если в салоне покупают, что чаще всего какой-нибудь комиссионный сбор заплатить, который навязанный. Если взять в кредит еще какую-нибудь страховку, которая даже не от банка, просто салон навяжет. Ну, так вот такое бывает, к сожалению. Ну, и плюс, естественно, регистрация в ГИБДД, это уже отдельная песня. Это на клиенте, да? На покупателе надо. А здесь, в общем-то, делается, вот, в общем-то, приятно, да. И на скутере тоже сразу же, раз, они все, и, в принципе, такая же схема. Скутер вообще хорошо, в салоне купил и уехал. И поехал, все. Да, 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 да. Вот, вот такие впечатления. Спасибо, Андрей. Все, вот мы сейчас отдыхаем. И, ну, еще, может быть, будет, там, будет вам парочку видео, как мы грузим ее на паром. Вот какие-то такие детальки еще мы сделаем. Пока что все, прощаемся с вами. А вот, друзья, вот, друзья, мы в порту. Вот, посмотрите, остановились здесь, приехали за час раньше за погрузки на ферри, вот, паромы. Вот, один из них наш, я вам скажу, вот это наш. Вот, и, ну, просто мы на всякий случай заранее приехали по понятным причинам, потому что даже вот, когда мы сюда ехали, мы прозевали поворот и проехали вперед километров, может быть, 15 вернулись, там трасса на юг идет. Вот, и вот хочу вам показать, как выглядит порт в вечернее время. А очень активный, видите, все, привозят полный товар в Сибу, все, везут. Но это, я думаю, все в Тагбеларан, в другие острова из Сибу. Вот, посмотрите, все, что это самое, по-моему, какие-то фрукты. Вот, уже начали заходить люди. Люди начали заходить. Вот этот Light Ferry, видите, 11-й, это наш. Ну, мы пока не спешим, пока просто ждем. Заряжаем наши батарейки и сделаем вам небольшую экскурсию, небольшую прогулочку здесь. Вот так, как оно выглядит. Вы видите, сейчас 7 часов вечера. Вот, видите, идет полная загрузка. Видите, металл везут, везут. Вот, чего только не везут, видите. Я думаю, это все в Тагбеларан, и там будут продавать. Видите, вот этот большой Light Ferry, видите, какой огромный. Большой, может быть, в Манилу куда-то, или еще куда-то, а это поменьше. Вот вам, как выглядит вечерний Сибу и его порт. Идет активная ночная жизнь, так сказать. Видите, погрузка, погрузка. Ну вот, у нас остался, мы успешно добрались. У нас еще час до заезда. Билеты куплены. И будем отдыхать, отдыхать здесь. Вот, как уже, в общем-то, все рассказали. Основные вещи. Вот, море. Вон там Мактан, остров Мактан. Где-то, наверное, метров 600. Ну вот, пока сделаем перерыв. И посмотрим уже, наверное, соединимся с вами уже, когда начнется заезд, загрузка на паром. Эти людей развозят шаттлы. Вот такие наши продвижения. Очень я доволен, что мы за... Реально мы успели выбрать машину за вчерашний день. Сегодня все заняло вот эти оформления, поездки, ожидания. И, ну, в общем-то, мы могли уже уезжать и в 3 часа уплывать, но ближайший был на 10 часов вечера. Поэтому у нас уже, ну, вариантов нету. Уже сказал вам, цены 10 часов. Сейчас 7. То есть через 3 часа мы отправимся в домой. Так, Белоран.